Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Александр и Залим. Приветствую всех! И мы с Залимом решили снять сравнительное такое видео своего рода и обзор заодно. Двух прекрасных колясочек, которые очень популярны у нас, по крайней мере, в сети магазинов. Первая коляска это Smile 4 и Britax Römer Smile 5Z. 5Z это новиночка. Отдельного обзора у меня на канале еще нет, но в ближайшее время будет, друзья. Вот, а сегодня, чтобы у вас много вопросов не было, и у нас много спрашивают про эту разницу, вот этим обзором, скажем так, сравнением мы закроем всю вот эту разницу, все покажем и расскажем. У меня будет Smile 4, а у Залима 5Z. И, соответственно, мы начнем сверху вниз и, как обычно, назовем базовые характеристики и потом продолжим. Что касается Smile 4, друзья, напомню, немецкая компания, гарантию производитель дает 2 года. Вес с люлькой 12,5 килограмм, с прогулочным блоком, чуть позже мы к нему перейдем, 13,6 килограмм. Спинка в прогулочном блоке, вот у Smile вообще это сильная сторона, мне кажется, у них 100-170. Очень крутой показатель. А у 5Z тоже такой же? У 5Z немножечко отличается, тут в лежащее положение будет более горизонтальным, 175 градусов, но сидящее положение будет с небольшим завалом, 115 градусов. Все равно это хороший показатель. Да. Вот, позиционируются эти колясочки как с рождения до 4-5 лет приблизительно, ширина колесной базы в четверке у нас 57 сантиметров. Тут 57 сантиметров и 5Z, да, в любую дверь проедете без проблем. Да. Люлька размер 72 на 33 и максимальный вес ребенка выдерживает 22 килограмма. Да, из прочих характеристик Smile 5Z, ну, естественно, Britax Rømer на все свои коляски дает гарантию на 2 года, и 5Z не стало исключением. Вес с люлькой 5Z немножечко тяжелее, 13,2 килограмма, да и с прогулочным блоком немножечко больше вес, 14,2 килограмма. Ну, с рождения до 4-5 лет также рассчитано, то есть до 22 килограмм. Размер люльки чуть-чуть побольше, 77 на 32 сантиметра, естественно, это внутренние габариты. Ну, в принципе, вот. Да, вот люлька, видите, размер изменился. Кстати, комплектации идентичные, у них входит в комплект адаптер. Адаптеры под автолюльку включены в комплектацию, если даже берем комплектацию 2 в 1. Но сразу же замечу, что много родных аксессуаров продаются, таких как дождевики на люльку и на прогулочный блок, антимоскитные сетки, подстаканники, органайзеры и все остальные варианты аксессуаров можно отдельно докупить. Так, и давай, Залим, начнем с люлик. Что касается ткани, я вот разницы не вижу. Разницы никакой нету, да. Плотные, хорошие ткани, которые не промокаются, естественно, не продуваются. И ткани приятные, тактильные, друзья, вот реально здесь к тканям ноль вопросов. Да, хорошая пропитка, сразу замечу, если в дождь случайно попали, то неспешным шагом до укрытия спокойно успеете. Очень классные, хорошие ткани. Такой водоотталкивающий эффект, наверное, это так можно назвать. Сразу же бросается в глаза то, что на смайле четвертом козырек у нас, вот здесь видите, Залим, покажи. Здесь есть у нас на 5Z. Окошечко есть и держится на магнитике, то есть мы отпускаем, здесь фиксируется на магнитике, поднимаем и сверху тоже фиксация на магнитике. А в смайле четвертом это реализовано открытием замка, здесь тоже есть магнитик, все вот сюда выворачиваем. Это все выглядит вот так, немножечко 5Z все-таки поприкольнее это все выглядит, как-то поаккуратнее, как мне кажется. Да, ну достаточно эффективное решение в обоих моделях, но по-разному открывается, да. Да, что касается спереди, на козырьке есть дополнительный козырек и 5Z. Да, сейчас поглубже будет именно в пятой модификации, в 5Z, да, чуть больше закрывает ребенка. И можно завернуть внутрь, в обеих, по-моему, да? Да, в обеих. Так, и что касается, друзья, непосредственно накидочки на ножки в люльке, в четверке, у нас здесь выполнено это все крепление с помощью вот верхней вот этот вот кусочек, он у нас держится. На кнопочках, а сама накидочка держится на магнитиках и вот таким вот движением снимается легко, а в основании крепится с помощью липучки. Кто там в пятерке? В 5Z накидочка держится на молнии. Можно с двух сторон опустить молнию и откинуть накидочку, чтобы удобно было класть либо доставать ребенка. И, ну, полностью снимается. Естественно, надо будет для этого, соответственно, в одну сторону молнию до конца дотянуть и снимается накидочка. Ага. Давай так вот покажем людям, как они выглядят внутри. Насчет тканей. Внутри ткани. Вот очень прикольные ткани они используют. Очень такие бархатистые, мягкие, приятные. Матрасик давай вытащим, сравним с тобой, что за то. Да, специальный поролон используется с эффектом памяти. Материал одинаковый абсолютно, как по внутренней обивке, так и, соответственно, по материалу самого матрасика. Ну, стоит отметить, что цвет. Единственное, здесь такой серого цвета. Да, да. А здесь у нас деревянное дно, там. Так же, панера. Абсолютно. Так, и еще в люльке смайли четвертом есть у нас здесь в основании, если на лето попадает ребеночек, на животике любит полежать. Можно вот так вот открыть, чтобы ребеночек на животике лежал. Дополнительная вентиляция, обзор у ребеночка. Такая же история, да, именно и в модификации 5Z. То есть, так же открываем секцию для вентиляции, чтобы ребенку было видно, если на животике лежит. Либо открываем проветривание, помимо того, что есть секция и сверху в обоих моделях. Стоит отметить еще то, как регулируется козырек. Кнопочки, отмечу, что очень отточены в обоих моделях, но в четвертой модификации, чтобы откинуть козырек, нам надо держать эти кнопки. Одновременно причем? Да. В 5Z реализовали кнопки с эффектом памяти. Мы можем отжать с двух сторон и, соответственно, одной рукой можем убрать козырек. Все вот в мелочах строится. Да. Мелочь, а приятно. Ну, по поводу сеточек, кстати, да, мы не забыли сказать, что вот здесь есть дополнительное утепление с внутренней стороны. Эту секцию мы, естественно, можем как убрать, так и, соответственно, использовать, чтобы открыть проветривание. Открывается и закрывается на молнии. Полностью остегивается вот это утепление. Да, да, да. Просто, чтобы вы не думали, что только вот этот материал защищает ребенка. Внутри, видите, здесь полностью такой же материал, как и сбоку используется. Ветерочек никак не попадает, все герметично. Так, давай снимем, посмотрим на основание, что там с ножками. Ножки есть. Ножки есть. Да, ножки можно, имеются, можно ставить на пол, не боясь испачкать саму люльку. В здании. Неваловажный момент, то, как сама с ним люлька снимается. Кнопочки U5Z расположены, соответственно, вот в горизонтальной плоскости. Наверх надо будет отжать. И, опять-таки, кнопочки имеют эффект памяти. Стоит отметить легкость отжатия. То есть, очень отточены кнопочки. Легко отжать, чтобы снять люльку. В смайле четвертом не снизу оттягиваем, а сверху нажимаем. Тот же эффект памяти. Все, в принципе, идентично. Здесь преимуществ, как таковых, я не вижу. Плюс-минус одинаково. Так, сейчас мы заливаем, поставим прогулочные блоки и посмотрим на них. Так, где они у нас? Вот оно. Блоки, естественно, реверсивные. И по ходу движения, и против хода можно ставить. Само собой. Так, и давай, Залим, начнем с тобой с козырьков. Сразу же в максимальное положение я его выведу. Вы видите, друзья, что здесь вот эта секция на замочке. Собственно, если вам не нужен большой козырек, вы его не расстегиваете. Нужно. Расстегнули, и он увеличивается очень сильно. Да, опять здесь ровно такой же глубокий козырек, который также имеет возможность закрывать секции для того, чтобы за ребенком смотреть. Либо для проветривания, так как эта секция выполнена сеточкой. Ну и расстегиваясь на эту дополнительную секцию, мы максимально глубоко закрываем ребенка от солнца, либо непогоды. Козырьки тут, в принципе, идентичны, все верно. Так, что касается материалов, все так же, как в люльке, к этому мы не возвращаемся. Давай теперь посмотрим как раз-таки на эти 100 и 115 градусов, чтобы мы к этому не возвращались. Ну, по большому счету, на глаз их так сходу не определить, но все-таки разница немножечко видна. Но на самом деле, те родители, которые любят, чтобы ребенок более вертикально сидел, и там, и там будут довольны, мне кажется. Да. Потому что капитанская посадка и тут, и тут. Визуально очень комфортное положение, и эти 5 градусов, ну, не ощущаются. Ага. Да. А напомни мне, я вот подзабыл, в смайли четвертом же всегда комбинация ткань идет, а сидушка черная. Нет, это только в бежевой рассветке. В бежевой рассветке только козырек в прогулочном блоке, соответственно, остается бежевым. Во всех остальных цветах рассветки будут однотонные. Вот, видишь, а я подзабыл. Что касается сидушки, высоты спинки, здесь все плюс-минус одинаково. Пятиточечные ремни с мягкими накладочками на плечевой зоне есть. На паховой зоне в четверочке, к сожалению, нет. Но есть вот такая вот перемычка, которая сейчас вообще, на самом деле, в колясках редкость. Ну, ее можно, естественно, убрать, если нужно. Если не нужно, то нужно вернуть обратно. Также бампер классический, стандартный бампер. Он, кстати, в хорошей эко-кожи выполнена и ручка, и бампер. С этим все окей. И бампер можно откидывать, как калиточка, в сторону. Что здесь? Да, идентичное решение и в модификации Smile 5Z. Перемычка, которая держится на липучке, которую можно также полностью убрать. Мягкие накладки на плечевой зоне отсутствует, соответственно, эта накладка и в паховой области. Ремешки удобно регулируются по высоте. Ну, и по длине, соответственно, тоже удобно регулируются. Пятиточечные ремни, естественно, используются. Так, подножечка у нас, в принципе, плюс-минус регулируется одинаково. Также у нас есть выступ для ножек ребенка. Бывают просто коляски, где просто ровная подножка и нет выступа для пяточек. Здесь все хорошо. Да, у 5Z решение такое же. Отметил бы, что немножко более широкое. И глубже, да. Да, немножко шире и глубже, да, вот этот выступ под ноги. Но длина подножки очень-очень схожа. Мы в сантиметрах не замеряем, но визуально практически одинаково. И регулируется, как, соответственно, вверх поднимаем и множество положений. Вот это что было? Это чтобы сложить, когда блок стоит лицом к себе. Так, давай сейчас покажем разницу в горизонтальном положении. И когда лежит ребенок, всегда все просят, чтобы показали в лежачем положении максимально раздвинутый козырек. Вот у Смайлов всегда с этим все хорошо. Ребенок закрыт максимально хорошо при разложенном сидении, потому что здесь добавлена вот эта часть. Чаще всего козырек фиксируется здесь и опускается вместе. Тут вообще нет таких проблем. Накидочку на ножки докупили, и он зимой будет как в танке закрыт, и все будет хорошо. Да, ну тут сразу же я отметил бы вот те 5 градусов и до горизонта, 175 и 170 градусов. Визуально, опять-таки, это не сильно бросается в глаза. Ну, достаточно горизонтальное положение будет и в Смайл 4, но в Смайл 5Z, да, практически прям абсолютно горизонт. Так, друзья, сейчас мы с Алимом сравним основание. Так, друзья, смотрите, что хочется сразу подметить. Мы видим разницу вот в этой части. Вот здесь вы видите, что... Да, у нас в Смайле 5Z есть дополнительная полочка, чтобы ребеночек мог встать как ступеньку использовать, чтобы сам садился в прогулочный блок. Да, в Смайле 4, к сожалению, вот, наверное, родителям все-таки придется помогать ребенку. Его как-то подсаживать или самим сюда сажать, потому что вот так залазить неудобно, мне кажется. И сразу хочу заметить, на четверке есть по периметру, видите, и по багажнику, и спереди светоотражающий катафот, да, или как он там называется. Вот, в общем, вечером, в темное время суток, машина светит, видно ярко, очень хорошо эти полосочки. Да, в Смайл 5Z тоже присутствуют светоотражающие полоски, но они тоненькие, то есть ощутимо меньше в этой модификации именно этих элементов. Но все равно видно, на самом деле, мы уже видели это вечером, и смотрится, в принципе, видно нормально. Так, что касается колес здесь у нас, что за колеса? Резиновые, с гелевым наполнением, здесь такой более новый рисунок используется, точечкой. Через самый, да, здесь колеса, просто протектор немножечко другой. Да, ну, по ощущениям материал очень схожий, тут сложно выделить, что из них мячи, но очень мягкий материал, и ход благодаря таким колесам тихий и цепкость хорошая. То есть проходимость, комфорт, эксплуатация у этих колясок максимально хорошая. Да, они едут, как по мне, практически одинаково хорошо, я разницы не ощущаю. Так, давай в багажнике, вот здесь они все-таки немножечко отличаются и формой. Вот в четверочке у нас здесь получается, что багажник то ли глубже немножко, ну, наверное, нет, не глубже, но он немножечко все-таки в глубине покороче, чем тут. У 5Z багажник подлиннее, доступ спереди существует, возможно, если подножка приподнята. Но ощущение глубины создается за счет того, что здесь сеточка, верхняя часть, да, но чуть-чуть подлиннее. Скорее всего, объем все-таки побольше будет у 5Z за счет более длинной конструкции багажника. Но он и тут, и тут большой, на самом деле, нехороший. Да, достаточно большой, да, в четверке. Так, что касается амортизаторов, как по мне, система амортизации на самой раме у них одинаковая. Да, абсолютно индивидуальные амортизаторы, потому что вот система, соответственно, установлена на конструкции рамы, очень эффективна. Можно даже использовать для укачивания ребенка, когда установлена люлька. Брызговички есть у обеих модификаций. Что касается тормоза, тормоз тут вот прекрасный. Нажимаем, встало, мы увидим красную индикацию, что тормоз активирован, и мы не едем. Еще раз нажимаем, он поехал вперед. Да, у 5Z абсолютно эта же система сохранилась. То есть легким нажатием ставим на тормоз. Индикатор показывает, что мы установили на тормоз. И обратным нажатием снимаем с тормоза. Ну, собственно, друзья, разобрались мы, что у нас из себя представляет основание, какие колеса, амортизация, что за шасси. Вот, и мы забыли сказать, что ручка у нас, естественно, регулируется по высоте. То, что она обитая эко-кожей, это мы уже говорили. Да, диапазон регулировки очень широкий. Любой, в принципе, родитель, что очень высокий, что очень низкий, подберет себе здесь высоту. Очень широкий диапазон. Так, и теперь мы их сложим. И мы увидим, чем они отличаются в этом отношении. Сейчас я сложу смайл 4. Чтобы ее сложить, нам нужно отжать здесь две кнопочки. И замечу, складывается по ходу движения. Вот так это все выглядит. Вот так. Перед этим нам нужно было, перед этим, опустить вот так вот подножечку. И козыречек. И в основании здесь есть специальная резиночка, чтобы кожу нам на ручке не попортить. И мы можем это все вот так поставить. Что здесь? Да, Brita Extrumer Smile 5Z складывается индектичным образом. И также сразу замечу, что есть выступ, чтобы, когда складываем коляску, не пачкать всю коляску и хват, чтобы, соответственно, сложить. Мы отгибаем рычажочки и опускаем вниз ручку. После чего опускаем подножку. Габариты в сложном виде одинаковые. Плюс-минус, да, да, да. Да. Но есть одно очень такое существенное преимущество у 5Z перед четверкой. Это то, что мы можем сложить коляску, даже когда блок стоит лицом к нам. То есть мы переставляем блок лицом к себе. И чтобы можно было сложить вместе, мы сначала откидываем прогулочный блок. И после чего уже складываем коляску. Ну и для более компактной формы вытремляем подножку. Да. Габариты чуть-чуть больше становятся, но складываются вместе. Да, если у вас где-то, ну, место позволяет и вам не хочется тратить на это время, чтобы переставлять блок. Здесь, в принципе, это можно назвать преимуществом. Собственно, друзья, вот по факту, все, что хотели, мы с Залимом рассказали всю разницу. Но разница еще есть, друзья, и в цене, что самое немаловажное, мне кажется. А стоит ли это разница в цене, вот этой разницы в самих колясках, решает, друзья, естественно, вам. Ссылки на эти колясочки будут в описании на магазин First Buggy. Там можете пройти, заказать, какая из них вам понравилась, вот, больше. Вот, а как по мне, что это меня лично, под мои лично, нужды меня бы устроило, что четверочка меня бы полностью устроила. Вот, а ты что, чтобы подытожить, есть какие-то мысли у тебя? Да, разница вроде на первый взгляд не очень большая, но есть какие-то вот принципиальные моменты, из-за чего, соответственно, ну, может быть, и 5Z, либо четверка вам больше понравится. Но общая черта – это высокое качество сборки, супер проходимый ход и очень плавный причем. И вот, опять-таки, качество у Britax Römer чувствуется именно в деталях. В деталях то, как мы регулируем спинку, то, как нажимаются все кнопки, то, как снимается люлька, либо прогулочный блок. Вот именно в этих моментах Britax Römer просто максимально хорошо собранная коляска. Это хороший, на самом деле, премиум сегмент я бы вот туда отнес, хотя цена не те, что там премиальные стоят по 150 тысяч, да, и выше. Она вам даст то же самое по надежности, по качеству вообще всего, из чего она сделана, всех деталей, компонентов, самого шасси, подшипники, все это сделано очень качественно. Но за разумные деньги, как я считаю. Вот, и у них хороший сервис. Поэтому к Britax у меня никогда вообще никаких вопросов не было, друзья. Поэтому мы залимом их вам и рекомендуем для рассмотрения. Вы можете приехать в любой из наших 10 магазинов и, соответственно, сравнить их вживую, покатать по магазину детей и уже определиться, соответственно, с выбором. Ну, а мы хотим пожелать сделать грамотный выбор для вашего карпульской колясочки. И удачи на дорогах! Всего хорошего вам! До свидания! Пока-пока!